Раб, который стал царем. Наше правительство наконец-таки победило бедность, потому что у наших министров не осталось бедных родственников. Сейчас казгидромету верят больше, чем правительству. Кто сказал, что на прожиточный минимум прожить нельзя? Прожить можно, но недолго. Чиновников много, нету государственников. Можно великолепно владеть казахским языком, каким-либо языком, и нести пургу. Интересы казахского общества можно защищать на любом языке. Да это я. Это же моя кровиношка, моя родная, там арбуз этот тащит. Он арбуз впервые в жизни увидит. Мать бьет сына, кому больнее. Или отец там ругает дочку за какой-то проступок. Кому стыднее. Хиджаб это хиппи сегодняшнего дня. Сейчас стало очень много религий и стало очень мало веры. Бога нет, но он существует. Нагазгазак казахмест, Нагазгазак тумра. Нагазгазак храмбок другой. Не надо мешать людям сходить с ума. Понос не может длиться вечно. Казахи никогда не станут арабами. Потому что мы кочевники. А где у нас нет памятника Назарбаеву? Где его нет. Если не памятник, то хотя бы бюст. Если не бюст, то хотя бы портрета. Это недавно только начали эти портреты срывать. А так, в общем-то, если он даже и ушел, то тень его живет. И у нас есть такая привычка национальная. Если вы заметили, что когда памятники свергают, то постаменты не трогают. Потому что он еще может пригодиться. Я бывал в разных странах. Вы знаете, мне нравится, когда нация или народы бережнее относятся к своей истории. То есть они не свергают памятники даже тех личностей, которые в современном контексте уже разоблачены. И, в общем-то, занимают такую темную страницу в истории того или иного народа. Но зато это и наши истории, как бы они говорят. Мы не отказываемся от того, что было. Я недавно шутил. Где-то говорил, что наше правительство наконец-таки победило бедность. Потому что у наших министров не осталось бедных родственников. И в этом смысле, конечно, если кого-то назначили на какую-то хлебную должность, то он предпочтет набрать себе команду из ближних и дальних родственников. А если он родственник, то не обязательно квалифицированный специалист. Вот в этом смысле, конечно, мешает. Это не новость. Я тут Америку не открываю. То есть первым кругом в команде это родственники. Во втором круге какие-то там друзья близкие. Третий круг это бывшие служаки по армии и так далее. А потом уже из этих 10 человек, кто работает в отделе, 9 человек это набранные по такому принципу, а работают вообще 10-й. За всех. Который не является никому, никем не приходит, но он хоть соображает в чем. Мне кажется, это мода. Да, я замечаю, что на улицах юные девы стали все чаще попадаться с покрытыми головами, в каких-то новых одеждах. Я не вижу за этом какой-либо глубины. Я вспоминаю себя молодым. Мы в одно время ходили, отрастив волосы. Мы были хиппи. Мы хиповали. Хиджаб это хиппи сегодняшнего дня. Молодежь, и не то чтобы я им не доверяю, я просто понимаю, что им это интересно. Это красиво в конце концов, что-то новое. Когда-то мини-юбки были новыми, и девочек ругали за то, что слишком коротко. А сейчас стало слишком длинно. Ну, хорошо. Я не думаю, что они понимают за этим и постигли всю глубину ислама. И это становится темой, потому что об этом стали говорить. Если бы они особо не обращали внимания, вы знаете, эта болезнь прошла бы быстрее. А это просто такой понос. Он пройдет. Я бы за единство. Я не знаю, как этого добиться. Потому что очень много сумбура и хаоса вносят так называемые национал-патриоты. Обязательно вылез. Обязательно вылез. Обязательно вылез. Какая разница? Можно великолепно владеть казахским языком, каким-либо языком и нести пургу. Интересы казахского общества можно защищать на любом языке. На английском, на китайском, на французском. И можно на казахском языке позорить собственную нацию. Вот этого они никак не понимают. И вообще, вот эти национал-патриоты, которые меня сильно не любят, недолюбливают. Я тоже как-то не особо испытываю гнев симпатию. Потому что, мне кажется, что, понимаете, они позиционируют себя так, как будто они больше других любят свою родину. И больше всех остальных за нее болеют. Но, понимаете, любовь – это ведь очень интимное чувство. О любви громко не говорят. О любви не признаются громко, тем более на всю страну. Смотрите, как я люблю свою страну. О любви говорят тихо, шепотом. Иногда даже не говорят, а просто делают. Мне важны поступки, которые говорят о любви. В данном случае о любви к родине. Кого? Я вот часто же бываю в провинциях и разговариваю, общаюсь с простым народом. Многие даже не знают, кто есть кто. Тем более, они так часто меняют. У нас за последний год три министра культуры поменялось. Не успеваешь привыкнуть к одному, а уже к другому. А там простой народ, они не то чтобы следят за ситуацией в стране. Они занимаются выживанием. Им все равно. Они знают, что есть правительство и отношения к нему у всех одинаковые. Сейчас к адгидромету верят больше, чем правительству. Поэтому обсуждать, сколько они там получают. Ну, мне, например, неинтересно, сколько они там получают. Сколько бы они ни получали, я понимаю, что это в основном временщики. Нет ни одного яркого политика. Чиновников много, нету государственников. Разница же большая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова